Платная парковка на Красной Армии откроется 28 ноября. Место для своего автомобиля придется арендовать с помощью смартфона. О том, как красноярцы относятся к этой части благоустройства улицы, и что еще появится в самом центре Красноярска, расскажет Дмитрий Заднепрянов. Так работает электронный парковочный замок. Ему не страшен ни снег зимой, ни грязь и дожди. В Красноярске в системе платных парковок замки появились впервые. 28 ноября заработают на улице Красной Армии. Работы в самом центре города ведутся с лета. Кроме парковочных карманов, на Красной Армии высадили деревья. Изначально там планировалось вырубить большую часть насаждений. Но после обращений жителей проект пересмотрели. Убрали только те, что мешали стройке, а взамен высадили больше ста новых деревьев и тысячи кустарников. За это время также обновили дорожное покрытие, расширили пешеходную дорожку, заменили там асфальт на брусчатку. На парковочных местах установили замки, а рядом паркоматы. На 167 парковочных мест установили три аппарата. Они нужны, чтобы принимать оплату. Резервировать же место, говорят проектировщики, водитель может только через специальное приложение. Ему в приложении показывается карта со свободными местами и, собственно, сами парковочные места. Он выбирает место, нажимает открыт замок, когда подъехал уже к месту. Замок открывается, человек осуществляет парковку, собственно, встает. По завершению, когда собрался уже уезжать, он уезжает с места, замок автоматически поднимается. Приложение уже есть в каталогах App Store и Google Play. Оплачивать можно сразу, припарковавшись, либо уже уехав. Цена – 25 рублей в час. Главное – успеть внести деньги до следующей парковки. В долг система не работает. Чтобы начать пользоваться платной парковкой, водитель должен скачать себе на телефон приложение и зарегистрироваться по номеру мобильного. Верификация происходит через СМС. К электронной парковке водители относятся по-разному. Если государство – это хорошо. Если какие-то там собственники, то это нет. Я бы не готов на это. А если именно государство – это, конечно, хорошо. Это не до всех может дойти. Если мы разберемся, то поколение постарше уже будет проблемно. Правильно? То есть здесь проще надо. Как-то, да, поудобнее было. Ну, это если часто сюда везем, тогда да. Работу приложения на месте проверил мэр Красноярска Владислав Логинов. Глава города также обошел улицу, оценив благоустройство и объяснил, что еще появится на улице Красной Армии. По этому большому проекту будет реализовываться такие интересные решения, как создание фудкорта. Это определенная сеть питания, которая тоже востребована в центральной части города и будет необходима здесь, на улице Красной Армии. К фудкорту также добавятся торговые точки и ларьки. Это нужно, чтобы сделать из улицы настоящую зону отдыха для красноярцев. Поэтому, чтобы снизить здесь трафик и появилась платная парковка. Замечания и предложения от водителей и пешеходов, так же, как и в ситуации с деревьями, готовы рассматривать в мэрии. Дмитрий Заднепрянов, Дмитрий Комаров, 7 канал.